Как долго можно принимать фитоэстроген? Так же как и гормоны 5-10 лет. По поводу фитоэстрогенов. Мы, естественно, фитоэстрогенами пытаемся компенсировать дефицит эстрогенов. Дефицит эстрогенов – это такой глобальный механизм, который работает после того, как яичники перестают вырабатывать гормоны. Определенные процессы, которые в организме в этот момент запускаются, вызываются именно этим дефицитом. Если по каким-то причинам мы не можем или не хотим принимать гормоны, то есть дать организму то, чего ему не хватает, мы даем ему фитоэстрогены, которые действуют хуже, чем эстрогены, то есть они не так активны, но все равно они дают организму такой дополнительный косты, то есть такую поддержку, которая позволяет организму быстрее компенсировать вот эти все изменения. То есть они никуда не денутся, то организм научится с ними справляться. Если женщина не получает никаких препаратов эстрогенов, ну мы это знаем, это установлено в клинических исследованиях, то примерно спустя 10 лет, у кого-то раньше, у кого-то позже, ну примерно вот этот период, у нее рецепторы к этим гормонам становятся нечувствительными. То есть они не будут воспринимать эстрогены адекватно, по крайней мере, даже в том случае, вернее, если мы эти эстрогены ей дадим. Так как фитоэстрогены действуют аналогично эстрогенам на те же самые рецепторы, то логичнее предположить, что если женщина не получала никаких препаратов, и уже там прошло 8-10 лет с моментами на паузу, то они и не подействуют, потому что тоже будет снижена чувствительность рецепта. Но вот если женщина получала все это время фитоэстрогены, так же как гормональную терапию, там они ограничены какими-то жесткими рамками, там 5 лет, 10 лет, понятно, что изменения в организме все равно будут происходить. Они будут происходить очень медленно или какие-то не такие, какие могли бы происходить, но они будут происходить. Вот как раз, когда мы пациентку наблюдаем, и мы смотрим, что у нее в организме меняется, не меняется, какие аспекты удается скорректировать в нашей терапии, а какие нет, мы индивидуально в каждом случае принимаем решение. Первое. Есть ли толк от нашей терапии? Потому что если толку нет, тогда в терапии нет смысла. То есть если мы видим, что мы даем пациентке фитоэстрогены, а у нее происходят сосудистые изменения, а у нее ухудшается состояние суставной капсулы, у нее развивается остеопороз, что у нее возникают изменения в кровообращении в головном мозге и какие-то интеллектуальные нарушения, мы понимаем, что эта терапия не работает, и ее продолжение не имеет никакого смысла. Мы должны подключать какие-то другие препараты, которые будут решать те проблемы, которые у пациентки возникли. Если терапия работает, то есть мы видим, что у нас изменения не возникают, что у нас там все хорошо, то мы можем продолжать эту терапию, в общем-то, и не обязательно 10 лет, уже мы дольше продолжаем. Поэтому этот процесс всегда творческий. Табу здесь не существует так же, как и в районе.